Добрый день, дорогие друзья! Поговорим сегодня о звуках корга. Тема эта довольно большая, обширная, довольно сложная, но я попытаюсь сфокусироваться именно в том, как строятся звуки. Как вы уже заметили, то солирующие звуки или звуки правой руки организованы в наборы, состоящие из трех инструментов, а инструмент левой руки является также частью этого набора. Таким образом, выбирая три звука и микшируя их, мы получаем как бы новые звуки с определенным оттенком с определенной окраской. А теперь давайте рассмотрим каждый звук по отдельности. Нажимаем shift to sound и попадаем в меню редактирования инструмента или звука. Корг является как бы не классическим синтезатором, а сэмплером, то есть он воспроизводит записанные звуки и позволяет их обрабатывать. Здесь есть очень много средств редактирования звука, огибающие, тембра, эффекта. Но пока мы об этом не будем говорить, а только скажу, что каждый такой звук выстраивается из мультисэмпла и для образования звука служат аж до 24 осцилляторов, которые могут воспроизводить параллельно эти мультисэмплы. Итак, для примера рассмотрим звук, состоящий из двух мультисэмпла, то есть два осциллятора, которые их озвучивают. Обратите внимание, что речь идет о мультисэмплах, которые встроены в корни. И выбирая другие мультисэмплы для каждого осциллятора, мы получаем каждый раз совершенно другое звучание. Итак, а что такое мультисэмпл? Сэмплы, то есть записанные звуки различных инструментов, объединяются в группу мультисэмпл от одного и более сэмпл. Если мы запишем одну ноту, скажем, фортепиано, то затем корок сможет транспланировать эту ноту вверх и вниз, в зависимости от нажатой клавиши. Но чем больше будет транспонирование, тем звук будет более искажен от оригинального звучания фортепиано. Поэтому нам потребуется несколько сэмплов, чтобы сохранить реалистичное звучание фортепиано. И каждый такой сэмпл может быть привязан к определенной клавиатурной зоне. Так вот, при создании совершенно нового звука, скажем, которого нет в корге, мы можем записать новый звук или скачать его и загрузить его в корк. Формат такого файла может быть обычный WAV файл, WAV. Например, понадобился мне звук мчащей коровы. Навыл я себе что-то на микрофон, записал и загрузил в корк. Записанный звуком стерео, поэтому получилось два сэмпла, левый и правый. И так, сохраним наш сэмпл. Потом выберем, например, левый сэмпл для редактирования и выставим для него его оригинальную ноту звучания. Затем превратим наш сэмпл в мультисэмпл. Заходим в подменю мультисэмпл и выбираем наш сэмпл. Теперь сохраняем наш новый мультисэмпл. Обратите внимание, что мультисэмпл уже может транспонироваться. В этом режиме можно также корректировать оригинальную ноту. А теперь давайте образуем новый звук с помощью привязки нашего нового мультисэмпла к одному из осцилляторов. Обратите внимание, что наш мультисэмпл записывается в RAM. И для данного случая нам достаточно выбрать только один осциллятор. Мы можем также добавить реверберацию. И, наконец, запишем наш новый звук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова